Как вы относитесь к военным операциям на Украине? Наши молодцы. А почему вы считаете, что наши молодцы? Мы 8 лет ждать, с одной стороны, а с другой стороны, узнала, что наши ребята, и они издеваются над нашими. Вы знаете, я всю ночь, да, не могу, это что-то. Уже давно надо было это сделать, но я что хочу сказать. Наш президент, Путин Владимир Владимирович, он вообще молодец. Он не все, не просто так делает, он настолько продумает все, настолько, это что-то, они все выворачивают. Ну ясно же, еще, ой, Америка, что там это Америка, лугуны. Ничего я не скажу такого, знаете, ничего. А мнение ваше вообще какое? Да что, просто, знаете, как-то неприятно, конечно, неприятно, ощущение такое вообще. А неприятно за кого, за русских или за украинцев? Ну конечно, за русских и вообще за Россию. Обидно за Россию, конечно. Вы против таких военных операций? Ну конечно, ну нежелательно бы, конечно, ну ни за что просто, ни за что там страдают люди. Положительно. Я антиполитично. Нормально. Почему нормально? Ну а почему нет, так и на нас нападут, уже до Украины добрались. Как же, если наши границы не защитить, что будет? И за Путина, и все нормальные люди. Я вот с работниками хожу, с бабушками, все за Путина. Все правильно одобряют. Я не знаю, правильно делают. Причем правильно? Восемь лет ждали, восемь лет просили о переговорах, все. Ну, не хотят по-хорошему, пусть бы это. Нельзя на голову России садиться. Положительно. А почему положительно? Ну, потому что мы не должны сдаваться, мы должны побеждать. Ну, правильно делается все. Молодец Владимир Владимирович, что он поступает так. Давно пора уже было. Жалко, восемь лет люди гибли. Положительно. Почему положительно? Ну, потому что Донбасс долбили сколько лет, да? И все молчали. И зарубежные наши товарищи, Америка и все остальные. А Путин правильное решение принял. Надо спасать своих, мы своих не бросаем. Ну, как это, я всегда говорю, Путин прав, вот и все. Дальше не знаю. А детей Донецка жалко. Вот и надо что-то было решать с этими товарищами. Положительно. А как вы относитесь к беженцам, которые к нам приехали? Ну, нормально, а куда людям деваться? Все их встречают, кормят, одевают. Вы знаете, если они сюда приехали, а можно я тоже так скажу в словах? Для меня, конечно, лучше они. Поэтому я за русских. Хорошо. Пусть у нас перебудут в то время. Беженцам, ну, а куда деваться? Если у нас такое начнется, мы тоже куда побежим? Надо принимать, помогать. Мы все русские. Мы братья все. Должны жить мирно. Я отношусь очень даже положительно. Я это высказал письменно. У нас есть сайт Союза ветеранов Анголы, который, ну, то есть, скажем так, центральный сайт Союза ветеранов Анголы. Я написал, что целиком и полностью поддерживаю решение верховного главнокомандующего нашими вооруженными силами президента России Владимира Владимировича Путина. Почему? Потому что, кратко скажу, он в единственном числе, конечно, при помощи его соратников, которые окружают, не всех, как оказалось, он рискнул защитить славянский мир. И вот некоторые люди, которые имеют мало информации, говорят, ой-ой-ой, это война там и все. Войны там никакой нет. Некоторые даже военные ошибаются. Говорят, проводится военная операция. Это не военная. Ведь Владимир Владимирович Пучин точно сказал, проводится специальная операция. А в специальной операции участвуют и специальные части. Я понимаю, боязно. Я сам три года воевал в Анголе. Я знаю, что такое война. И мои товарищи гибли и так дальше. Но, когда на себе не почувствуешь, не испытаешь, кажется, это далеко. Это не мое. Нет, это рядом. И если бы не мы, то нас. И правильно поступает наше руководство Российской Федерации, что оно единственное защитило или защищает славянский мир и вообще защищает весь мир от нацизма. И, кстати, предыдущий президент Соединенных Штатов Америки Трамп, ведь он же оценил, как Путин. Он сказал, вот теперь, говорит, я вижу, единственный миротворец, который есть во всем мире, это Путин. Вот теперь, говорит, показали, кто есть кто.